И все-таки главная новость последних суток, связанная с безопасностью, с военными вопросами, другая. Это голосование в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке по проекту резолюции о необходимости сохранить все-таки российско-американский и еще советско-американский договор Горбачева и Рейгана о ракетах средней и меньшей дальности, РСМД. Предложил резолюцию Москва. Американская дипломатия все последние сутки работала над тем, чтобы провалить эту резолюцию двумя третями голосов. О том, что из этого вышло и что выявило голосование. Наш сапкор в Нью-Йорке Валентин Богданов. Не каждому международному договору посвящен целый памятник. У ДРСМД такой появился больше четверти века назад. Скульптуру штаб-квартиры ООН кранами собирали из частей советских ракет СС-20 средней дальности и американских Першинг-2 малой. Автор Зураб Церетели назвал ее «добро побеждает зло». Со временем пронзающего груду металла Георгия Победоносца станут и вовсе считать одним из символов окончания Холодной войны. Через 30 лет после вступления договора в силу, уверенности в том, что эта война окончилась, все меньше. Внесенная Россией резолюция в поддержку соглашения в каком-то смысле должна была прояснить и это. Так и вышло, считает наш постпред в ООН. Вы вчера сказали фразу «посмотрим, с кем вы мастера культуры, с кем мастера культуры оказались». Мастера культуры предъявили товар лицом. Сегодня мы узнали, кто за стратегическую стабильность, а кто против стратегической стабильности. За 43 против 46, 78 воздержались, 30 стран вообще не голосовали. Для американцев, которые хотят из ДРСМД выйти, виня Россию в его нарушении, все прошло на грани. Постпреда Ники Хейли в зале не было. Потеряв от простуды голос, она все эти дни не выпускала из рук перо. Американская сторона очень волновалась по поводу исходов голосования. И накануне постпред Хейли разослала по всем странам-членам, включая нас, письмо с призывом голосовать против российской резолюции, но в поддержку того, что этот вопрос имеет особую важность. И поэтому должен быть принят двумя третями голосов членов ООН. Степень важности для каждой конкретной страны, конечно, зависит от обстоятельств. Но для многих европейских государств важнее оказалась блоковая дисциплина. Члены НАТО и те, у кого с альянсом особые отношения, как, например, у Швеции или Македонии, голосовали против. Хотя Европе, или не помнить, хотя бы 1983-й. Решение Рейгана разместить в старом свете першинги и томогавки с ядерными боеголовками сравнят по накалу с Карибским кризисом. Эпицентром протестов против чужого оружия, которое может навлечь беду на головы тех, кто по несчастью оказался рядом с местами его развертывания, станут протесты у британской базы «Грином Коммен». 70 тысяч человек, в основном женщины, выстроятся в цепь. К ограде протестующие будут крепить фото детей, ложиться на пути грузовиков и приковывать себя к воротам. Лагерь просуществует аж до 2000-го года. Против резолюции голосовали и те, кто во времена памятных протестов был по-другую, то есть советскую сторону, но теперь вовсю в НАТО стремится, как, например, Грузия или Украина. А вот внеблоковая Европа, Андорра и Босния, Сербия и Швейцария, Кипр, Лихтенштейн и Австрия воздержались. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности является столпом европейской безопасности последние 30 лет. Хотя не все страны ЕС являются участниками этого договора, они все пользуются его защитой и стабильностью. Благодаря этому соглашению почти 3000 ракет с ядерными боеголовками были демонтированы и уничтожены. Сохранение этого договора имеет для нас жизненно важное значение. Поддержали или не стали мешать российской резолюции практически все ненатовские члены клуба, обладатели ракет средней и малой дальности, Бразилия и Индия воздержались, Китай, Иран, Пакистан, КНДР проголосовали «за». «За» была и Куба. РСМД там нет, зато жива память все о том же Карибском кризисе. Такой же позиции придерживаются и ближайшие соседи нашей страны. Азербайджан, Армения, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и, конечно, союзная Беларусь. Беларусь, будучи государством-участником ДРСМД, неукослительно выполняет все свои международные обязательства по договору. Мы поддержим рассматриваемую сегодня резолюцию, которая направлена на сохранение этого важного инструмента, и от целостности которого зависит состояние безопасности не только в региональном контексте, но и в глобальных масштабах. Но в Белом доме считают, что масштаба договору как раз и не хватает. Цель подписать нечто подобное с рядом стран, у которых есть такое оружие, и прежде всего с Китаем. Ультиматум же по РСМД, выдвинутый США-России, лишен всякого смысла. Ракеты наша страна давно уничтожила, договор выполнен. Иначе и знаменитый монумент не стоял бы там, где он стоит. Валентин Богданов и Иван Уткин. Вести в субботу из Нью-Йорка.